всем привет с вами я палтин и это такой небольшой тест что будет с велосипедом самым дешевым через буквально месяц сейчас он новый я только с него снял все бирки все новенькое совершенно не одной царапинки купил замок собственно все новенькое и через месяц буквально видео что собственно вот эти велосипеды через месяц он сам сам дешевый как я уже сказал сейчас примерно стоит около 6000 рублей и мы подойдем в итоге хорошо это или плохо покупать самые дешевые велосипеды или их вообще хватает собственно я буду каждый день его эксплуатировать каждый день может там через день когда-то будет но в основном каждый день собственно еще раз все новое все круто тут ни единой царапинки вы можете видеть тормоза даже если нажать тормоза то колодки не будут одновременно отгибаться задние также в общем все работает как по часам час пройдет месяц можно так сказать прошел месяц начала нашего эксперимента вот расцвела листва и могу сказать что я доволен результатом нашего эксперимента ну потому что велосипед за плюс-минус 7000 рублей это самый дешевый велосипед горный вот с такой рамой который можно сейчас найти на рынке плюс-минус в россии и доволен потому что собственно после месяца жесткой эксплуатации он остался в хорошем состоянии но конечно же я его смазывал обслуживал так сказать но состояние него очень хорошее я бы сказал конечно же я ездил по воде куда без этого есть следы ржавчины даже не следы а есть сама ржавчина собственно вот она и ну я ездил по воде и наверное это ее показать последствия даже биржавчины когда ездишь по воде также у меня наблюдается небольшая проблема с вот этой втулкой где находится педаль потому что у меня как-то попал песок и теперь вот при кручении педали как-то иногда проскрипывают собственно вот эти песчинки песка попали туда и не дают без скрипа крутиться педали у меня сломался вот этот болт собственно переднего переключателя скоростей я заменил его болтом который у меня был в запасе и собственно ну он просто износился у него сорвалась как-то резьба от вибрации какой-то что ли и он просто раскрутился и вот переключатель съехал вниз и насчет задней вот этой колесной втулки у меня была с проблема что леса люфтила я сейчас я закрутил просто колесо люфтила вправо влево ну люфт наверное был миллиметра четыре это достаточно сильно для заднего колеса ни втулками ничего не происходило ну и сейчас вы можете видеть на своих экранах ее состояние принципе состояние удовлетворительно но она опять же вся в смазке ну что вот эта труба сидушки тоже заржавела но как же без этого в этом месте всегда ржавеют если говорить о царапинах то это тоже наверное скорее мои причуды то их принципе не так много ну собственно прошел месяц но они есть конечно же и вот эти вот рекламные наверное плакаты так сказать наклеечки они не содрались ни в каком месте нет никаких нигде за исключением совершенно исключительных мест и говорить вот об этой рулевой сцепки то она в принципе тоже заржавела причем прилично так заржавела я тут все промазывал и если бы я не промазывал тот все было коричневым коричневым цветом просто забито а если говорить о вот этих разных тросиках то они в не очень хорошем состоянии сразу скажу что я их не смазывал потому что я не уделяю внимание практически никогда ну собственно вы сами видите что с не произошло в местах вот этих уходов когда они уходят саму вот эту оболочку они очень сильно заживели ну и дальше вот идем 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 они вроде в нормальном цвете внизу они опять будут коричневые же можно наверное немного задеть резину собственно она содралась наверное прилично сразу скажу что я не тормозил резко никакими колесами но она все равно содралась ну верно что тут поставили самую дешевую резину самый дешевый велосипед на по переключательным элементам они конечно же тоже износились ну по понятным причинам собственно не пластмассовая и ставил велосипед иногда на дыбу чтобы обработать его и так далее переключатели еще по его работоспособности он работает отлично как и работал ржавчина не повлияло на его механизмы и собственно он переключает скорости так как переключал новый у нас передняя тормозная колодка которая стерлась до железа я ее не стал заменять собственно вот она железо об железо тёрлась и тёрла до собственно до железа стерла всю краску и заживела наверное единственный болт который у меня не раскрутился это болт подножки собственно вы его видите на своих экранах он тоже весь в песке и с подножкой она вообще ничего не случалось потому что ну это единственная деталь наверное которая более-менее что-то выдержало и в принципе что с ней еще могло случиться переключатель тоже работает хорошо ну наверное потому что я его несколько раз смазывал так он был весь в песке собственно как я его очистил он снова стал работать как работал новый рулевым болтом у меня вышло вообще отдельная история собственно у меня болт раскрутился и руль вот так вот из сторону в сторону начал хлябать и я проблему решить не смог то есть я решил но уже другим болтом так как к тому болту не подходил шестигранник он был какой-то американский да ничего не подходило я оставил такой мебельный болт не знаю камера сфокусироваться нормально не может ну и собственно вставил такой мебельный болт у меня сейчас руль держится таким образом нашего главного вопроса этого видео стоит ли покупать самый дешевый велосипед ну не для профессионального катания а наверное просто для катания для фана я могу сказать что да стоит покупать самый дешевый велосипед и не стоит покупать средний велосипед потому что он ни то ни сё стоит покупать самим именно дешевый велосипед потому что он дешевый и ну средний покупать реально нет смысла, потому что средний там все равно все гниет, как и в дешевом, только он еще дороже. Конечно же, это всего месяц, то есть за два месяца он бы еще сильнее износился, за сезон еще больше и так далее. Но, опять же, это, повторяюсь, уже в 25-й раз, это самый дешевый велосипед, который хотя бы не детский, а взрослый, такой горный с такой рамой. Понятно, что здесь у меня все раскручивалось по несколько раз. И я отвечаю на вопрос моего видео, что да, стоит. Собственно, на этом все. Подписывайся на мой канал. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ну, может, оно было не столько информативным, насколько вам хотелось бы, но я все, что смог, рассказал, показал на примерах. Если понравилось, ставьте лайки, ждите новых видео. Это видео такое было не в тематику моего канала, но я люблю снимать такие видео. Пока!